Привет-привет, мои хорошие! Сегодня будет влог. У нас выходной, и мы всей семьей сейчас едем за покупками. Нужно посмотреть коленьки автокресла нового, потому что из старого он вырос, которая была именно автолюлька, которая была в коляске. Ну, с коляской вот это съемное все. Поэтому будем сегодня выбирать, смотреть. Поедем в большой магазин Ласт Антарвике. Он у нас находится во многих городах, но мы сегодня поедем конкретно в Атакескус, потому что там Миша себе еще хочет обувь посмотреть, такую, знаете, более легкую, потому что у него только такая зимняя осталась, а уже тепло на улице. Сегодня поедем моим мужчинам за покупками. Маленький вон мужчинка лежит, так смотрит внимательно, слушает, что же мама увещает. Я уже собралась, как вы видите. Сейчас мы покушаем. Я сегодня готовлю фаршированные помидоры на завтрак. Это, знаете, вроде как такая горячая закуска, но она очень вкусная. Я уже не первый раз готовлю. Готовится быстро, буквально, мне кажется, 15 минут. Я обязательно сделаю такой ролик, потому что действительно вот такое вот блюдо, да, такой рецепт выручает. Тогда, когда нужно быстренько что-то сделать, покушать. Тем более она получается не очень дорогая. Там нужны помидоры, ветчина, сыр, зелень, если хотите. Хотите сушеную, замороженную, свежую, какая есть. Вообще по рецепту, по-моему, был там укроп, но я немножко еще базилии. Ну, в общем, действительно очень вкусно получается. Я покажу, конечно же, вам, что мы будем кушать, когда запечется. Сейчас вот как раз оно все запекается. Миша в душе тоже собирается. Я уже, как вы видите, практически собралась. Сейчас хочу выбрать парфюм на ближайших несколько дней, пока есть время, и уже буду переодеваться, потому что я сейчас в домашней одежде. И потом, конечно, будем подготавливать маленького. Сначала сами потихонечку соберемся, подготовим маленького. А, пока Миша еще в душе, пойду, наверное, заварю кофе. Возьмем в термочашке кофе с собой. То есть мы покушаем дома, потому что еще... Ой, время смотрю, как на кухне. Сейчас уже час дня, а магазины сегодня все до шести работают, поэтому нам нужно в срочном... Ну, не то чтобы в срочном, но более или менее быстром таком режиме собраться. А с маленьким... Что такое? А с маленьким, ну, понимаете, это достаточно долго получается все. Пока и плот соберешь, пока там кормежка и все остальное, пока сами соберемся. Поэтому нам удобнее так, самим собраться, все сделать самим, а потом уже маленького быстренько собрать, собрать. Поэтому пойду сейчас в кофеварку. Я не могу. Ой, девочки, это что-то еще. У нее вот столько эмоций. Они такие вот каждый день новые, что-то новенькое. У тебя каждый день... Сейчас лежит на мобильце, смотрит и разговаривает. Или ругается, что это такое, я даже не знаю. Так что вот, пойду подготовлю, пока он такой занятой. Пока ему это интересно, пойду подготовлю кофеварку, подготовлю чашки. Мы покушаем, быстренько кофе горячий позалим в чашки и поедем. Ну, то есть маленького потом соберем, да, и поедем. И в машине уже попьем кофе. Я думаю, такой вариант сегодня наиболее нам подходит. Вот, приготовила помидорки. Запекла в духовке. И вчера Миша готовил еще закуску. Вот такой вот рецепт есть у меня на канале. Тоже будем доедать. Закуска очень вкусная. Я уже с утра немножко покушала. Вообще, мы ее очень любим, часто готовим. И оставлю ссылочку внизу, кому интересно. Ну, а сейчас будем кушать такие вот прекраснейшие помидорки. Выглядит очень красиво и аромат действительно приятный. Всем приятного аппетита! Вот там он где-то вдалеке. Вот видите, маленький мальчик. А, вон женщина, да. Видите, женщина с коляской, с собачкой. И получилось так, что, смотрите, сейчас я сидела. Здесь Миша пошел в стадиум Валлет смотреть тебя на кроссовочке. Так вот, говорила про эту женщину. Говорю тихо, потому что Коленька засыпает. Вообще осталось в машине, чтобы его покормить. И плюс он очень сильно нервничал, психовал. И мы решили, что лучше не нужно идти в магазин. В Финляндии вообще с этим нужно быть осторожным. Если ребенок там очень сильно психован, если такое, могут позвонить в службы, да, специальные. Просто за ерунды начнутся всякие осмотры дома, ребенка и всего остального. Поэтому, ну, насколько я знаю, да, всех родителей. И с Финкой тоже я разговаривала. Кстати, знакома с одной Финкой, у которой просто из-за мелочи какой-то забрали ребенка. И вот она пытается сейчас его вернуть. Так что, не знаю, нужно будет как-нибудь с ней встретиться, поговорить. Так вот, Коля нервничал, психовал. И, в общем, я его здесь кормила. Он сейчас покушал и начал засыпать. У меня просто руки были заняты, естественно. И я не засняла. Вот эта вот женщина, да, которую я показывала. Вот видите, да, вот мусорки. Вот здесь возле нас. Она все вот эти мусорки обошла. С колясочкой, с ребеночком. Обошла все мусорки и собирала бутылки. И лежит ребенок в коляске. Рядом все вот эти найденные бутылки тоже с ребенком. Не знаю, на мой взгляд, это как-то странно все смотрелось. Тем более, я поняла бы еще, если бы, может быть, денег там нету, да. Но я так поняла, что деньги есть, потому что коляска очень дорогая. Фирма коляски. Я-то знаю, мы тоже своему ребенку уже выбирали, смотрели. Ну, не знаю. То есть муж рядом шел. Ну, не рядом, вот она вот по этой стороне ходила, собирала. А муж со вторым ребеночком вот по этой стороне шел. То есть муж с ребенком ничего не собирали, просто шли. А она вот ходила, все мусорки обшаривала и собирала. Здесь под кустом тоже что-то искала, смотрела. Я хотела заснять, но вот у меня руки были заняты. Не знаю, может, они как бы гуляют. Она решила просто, ну, вот собирать бутылки, сдать. Не знаю. Вот. Ладно, будем ждать Мишу. Вот такая вот история. Ну, вышел, ничего, видимо, не купил себе. Поедем сейчас дальше. Ну, что, девочки, мы уже приехали в магазин Bootget. Bootget Sport. Мы здесь как-то были с вами совсем недавно. Помните, мы с друзьями ездили. Был у меня такой влог. Ну, такой именно магазин из аутлетов. Так вот, здесь мы были, смотрели. Мы тогда, по-моему, в этом аутлете ничего не купили. Ну, раз Миша себе ничего такого найти не может. Он был нашел в Интерспорте. Какую-то вот модель ему очень сильно понравилась, но не было его размеров. Пошли в другой Интерспорт. То же самое. И сейчас съездили в... Вот, что перед этим, да, я вам рассказывала. Показывала тоже спортивный магазин. Тоже нашел какую-то модель. Классная, все понравилось, но узкая. То есть, ну, будет, естественно, неудобно. Лучше такой не покупать. Сзади вы не смотрите, что якобы бардак. Здесь моя кортка висит, а здесь еще покрывальца. Коленьки она, потому что брали. Мало ли холодно, еще что-то прикрыть. Ну, так вроде более или менее. Сейчас он вот здесь сидит. Мы решили, что мы все вместе не пойдем в магазин, что Миша один сбегает. Так, что я вам говорила вот по поводу этой женщины, да, которая бутылки собирает. Вы не подумайте, что я там что-то осуждаю, что, ой, вот она бутылки собирает. Нет. То есть, мне вообще все равно, кто чем занимается. Просто немножко меня удивляет, во-первых, тот факт, что, ну, действительно, она ей одета очень хорошо. У нее действительно фирменная куртка, дорогая коляска, очень дорогая за тысячу, либо где-то полтора тысячи евро эта коляска стоит. И ребеночек, ну, которого тот маленький шел, второй тоже обалденно хорошо одет. То есть, видно, что очень качественные ткани. Фирмы там были, да, написаны на одежде. И тут она бутылки собирает. Вот просто меня этот факт удивил. Я вот, честно говоря, не понимаю, почему, ну, почему, вот действительно, почему, вот немножко. Я не понимаю, почему, но вы действительно не подумайте, что я там что-то оговариваю, ну, как-то. Я это вам рассказала не в том ключе, что я это как-то осуждаю. Нет, честно. Мне вот просто все равно, кто чем занимается. Если это у нее такая, знаете, как-то сказать, декретная подработка, ради бога. Каждый подрабатывает по-разному. И лучше ходить эти бутылки, мне кажется, собирать, чем сидеть и ныть и говорить, что «Я в декрете, мне денег не хватает, мне нужна подработка, нам в семье денег мало». А вот пошла, он самый элементарный, «Ходи бутылки собирать». Действительно, ты гуляешь на прогулке, «Ходи бутылки собирай». То есть, действительно, я не в том плане, что я осуждаю ее, еще что-то. Нет, просто у меня действительно в воздухе передо мной появился большой вопрос. Почему? Когда видно, что она очень хорошо одета, все у нее такое прям дорогущее и ходит бутылки собирать. Но Миша тоже рассказала, это Миша говорит, «Ну вот, можно коляску насобирала». Я так подумала, действительно, даже если по 20 евро в день сдавать эти бутылки, обойти вот тут все вот эти, да, магазины, аутлеты, например, если она в этом районе живет. Ты прогуливаешься с ребенком, обошла вот эти все аутлеты, насобирала действительно в день по 20-30 евро и какая копейка, да, уже соберется за 30 дней, представляете? Ну, я прям обалдела. Мне, честно говоря, канал столько в месяц не приносит, сколько она в день может собирать, бутылки издавать. Я вот сейчас, пока с вами рассуждаю, я пришла к такому выводу. Зато вот видите, я как бы бутылки не собираю вообще. И сейчас, знаете, что в голове может мне бросить свой канал? Ходить лучше бутылки собирать, чем видео заниматься. 2-3 часа в день, так я бутылки пойду, пособираю 2-3 часа в день и будет больше денег, чем месяц моего канала. Ой, ладно, это все шутки. Канал-то все-таки у меня не для заработка. Это мое действительно хобби, моя душинка, то, что мне очень нравится. И вообще нравится с вами в комментариях, кстати, очень общаться. Как-то так приятно именно отзыв от вас видеть. Вот этот отзыв, отклик. Для меня это самое приятное, потому что когда-то я заводила свой канал именно для общения, чтобы найти новые знакомства, друзей в этой сфере, которая мне интересна. Там, я не знаю, косметика, готовка. Подумала, Миша идет. Кто-то тут шевелилась. Думала, Миша уже идет. Нет. Так, и вот что еще хотела сказать по поводу вот этой женщины. Давайте вернемся, уже закрою эту тему, чтобы они подумали, что это может быть как-то высокомерно. Думаю, нет, абсолютно нет. То есть, ну, я нормально насчет этого смотрю, просто действительно в воздухе повис. Вопрос, почему, почему она это делает, если вроде бы так вот, ну, снаружи там одета, да, все хорошо, и коляска хорошо. Меня еще немножко поразил, даже не немножко, очень даже поразил тот факт, что лежит маленький, и вот эта вот ручка, да, получается, и где ручка от коляски, на ней висит такая большая сумка, на ней висит большая сумка, тут парни, вы приходили мимо, на ней висит большая сумка, и вот эта сумка соприкасается с коляской, и сумка такая сетчатая, и вот именно в эту сетчатую сумку она складывает бутылки вот эти все, найденные из мусорки. То есть, вот этот факт меня очень сильно убедил, удивил, убедил, удивил. Ладно бы, если она вниз куда-то, да, складывала эти бутылки, это бы я еще поняла, но она, действительно, это немножко, даже не немножко, это соприкасается очень именно с этой люлькой детской. Меня это очень удивило, потому что она-то эти бутылки достает из мусора. Сумка вот эта сетчатая, то есть, такая торба, да, такие, знаете, как советские торбы, просто эта торбочка вот так вот висит на этой ручке. Мне вот этот факт очень сильно удивил, то есть, не знаю, многие там, многие переживают, чтобы у ребенка было все стерильно, там, все продезинфицировано, не дай бог, какой-то взять там порошок взрослый, постирать детские вещи, знаете, вот это вот все. А тут женщина вот таким образом это все делает, и мне, я уверена на 100%, потому что она вот это вот все так делает, складывает так бутылки рядом с малышом, с маленьким, потому что там лежит, там люлька стоит у нее на коляске, значит, ребенок очень маленький, до 6 месяцев, ну, 100%, и она вообще, этот факт ее вообще никак не заботит, то, что это из мусорки, непонятно, кто бросил, непонятно, с чем в мусорке это все лежало, вот это вот меня очень удивило, не знаю, девчонки, ой, не знаю, честно. Смотрите, какой здесь поворотик интересный, и облака, какие у нас сегодня красивые, солнышка нет, на улице где-то всего лишь 5 градусов, ветерок есть, вот видите, да, флаги вот эти ветром удаваются шевеляться, холодновато, за счет ветра вот достаточно холодновато, если бы ветра не было, было бы намного теплее, либо если бы солнышко было, а если бы не было и ветра, было солнышко, было бы вообще тепло, классно, так, это мне что ли, попить? А, нет, не мне, думаю, отчего нам попибикали, тут места достаточно, этот мужчина, видите, здесь, хотя здесь нельзя переехать, а вон тот, который уехал, сюда хотел заехать, и вот этот вот, вот этот вот, попибикал, тому он раз взял и уехал, а что тут произошло, что-то я не поняла, что-то я не поняла юмора, не знаю, припарковалась, вроде бы, и думаю, может там попибикала, но тут стояла только что машина, то есть места, я не знаю, нет такого, что мы встали, не пускаем, а вот она, видите, эта женщина за рулем, она выезжает, но я не поняла, почему она попибикала вот здесь водителю, водитель сделал задний ход и уехал, ну да ладно, кстати вид вот этот очень красивый, мне нравится, не знаю, не знаю, как вам, там еще какие-то магазинчики, заправка, и вот здесь вот есть, видите, Bauhaus, наверное, так он называется, там все для дома, тоже очень большой магазин, мы несколько лет назад в такой заходили, но не именно здесь, в этом месте, но в подобный, да, и было интересно, походили, посмотрели, я не знаю, может быть еще как-нибудь зайдем, мы кстати, купили, не смогу, наверное, показать, Миша нету, смотрите, какой яркий этот магазин, внутри там тоже все оранжевое, мы купили, а здесь не видно, такая штука, вот видите, магазин Класс Охлассон, грилить, то есть, таможенные сосиски, мясо, жарить все в Беларусь, здесь не видно, вот фирма, это колеса, кстати, наши от коляски, да, это после зимы, после наших камушков, которыми посыпаны все дороги, вот так вот коляска стала убитая напрочь, так что вот, если приехали в Финляндию, и на зиму нужна коляска, покупайте какую-нибудь не очень дорогую, МБУ можно спокойно покупать, потому что после зимы и камушков будет вот такая, хотя, может быть, если резина хорошая на коляске, она такая не будет, но у нас вот, вот что получилось, такое чувство, будто ее кто-то погрыз, но у нас же нет ни собаки, никого, вы же знаете, а это именно камушки, но там даже видно, да, внутри, видите, даже есть камушки, ладно, не об этом разговор, вот, видите, такую штуку купили, это мы купили нам в деревне, в Беларусь, так что вот эту огромную коробку нужно будет отвезти в Беларусь, плюс еще мы покупали насос, для колодца, вот, перевернула камеру, раз, думаю, разговариваю с вами, плюс мы еще купили насос большой, дорогостоящий, очень хороший, прям, нам друг посоветовал, говорит, просто качество великолепнейшее, мы решили его взять, потому что в Беларуси, мы не знаем белорусские, какие фирмы хорошие, в России мы тоже не знаем, какие хорошие российские фирмы, а тут прям друг посоветовал, говорит, что минимум 10 лет прослужит, ну, мы, конечно, решили взять, где Миша, что-то он так долго, я не знаю, я думаю, он забежит на несколько минут, как в предыдущий магазин, и все, а нет, вот, это будет именно вот этот вот насос большой, плюс вот эту штуку мы купили, мы это не планировали, говорят, реальные девчонки, вот эту вот грильницу, как она правильно называется, мы ее не планировали покупать, но увидели, она очень красивая стояла, плюс скидка была на нее 25%, и в итоге выходила, ну, прям совсем экономично, классно, мы решили взять, почему бы и нет, тем более, если мы хотим такое место небольшое организовать, за домом, там, конечно, у нас такие, знаете, сараи, не очень все красиво презентабельно, но чуть-чуть, хотим как-то организовать, чуть-чуть покрасивее, что ли, сделать, и вот поставить эту штуку туда, даже не то, чтобы там, знаете, гостей, так, вот, не фокусировалась, даже не то, чтобы там что-то гостей зазывать, да, и именно с гостями это все дело делать, нет, даже вот просто своей семьей, пока там, пока там, например, один варит макарошки, второй угля забросил, сосиски поджарил, и то есть на природе с салатиком покушать, ну, это реально, это круто, это здорово, плюс всякие овощи можно делать на грее, ну, просто для лета, для дачи, для деревни, это вещь, я не знаю, вот такая вот, поэтому я очень рада, что мы ее купили, хотя мы ее не планировали покупать, ладно, девчонки, что-то я заболталась, зайду-ка я сейчас в инстаграм, может быть, посмотрю, что там новенькое в инстаграме, дня два-три там вообще не появлялось, ничего ни у кого не смотрело, никаких новостей, нужно зайти посмотреть, что-то я никак не могу привыкнуть к инстаграму вообще, к всей этой движухе, не знаю, иногда интересно, а иногда вообще не очень, тогда вот, когда не очень, я, видимо, и не захожу, смотрю, смотрю, ну, нет и нет, если будем еще в каких-то магазинах, будет что-то интересное, я вам покажу, а нет, тогда уже дома покупки покажем, хотя, кроме вот этой грильницы, а, и еще пару мелочей, чтобы приклеить картины, кстати, классная картина у нас есть, холсты с нашими фотографиями, кроме вот этого, по-моему, ничего не покупали, в общем, ладно, сзади этот бардак, я пока лучше не в инстаграме посижу, вот это вот все поскладываю, вот это, ну, просто ужас, мне прям даже стыдно, ну, я думаю, вы понимаете, просто я куртку мы приехали уже с магазина, будем готовить ужин, поставили воду на макароны, и в ВОКе сейчас приготовлю вот такие вот овощи, мы помните, как-то показывала, что две пачки разных брали, та первая нам очень понравилась, а вот это вот еще не пробовали, такая вот здесь смесь, перец, брокколи, что здесь еще, нужно почитать, в общем, овощи очень быстро готовятся, когда практически сварятся макароны, начнем готовить овощи, быстренько сейчас покажу, что мы купили, я себе взяла шапочку, по-моему, в Интерспорте, она была с хорошей скидкой, мне очень понравилась расцветка, я подумала, почему бы нет, вот такой вот фирмы, ну, красивая, действительно, красивая, также зашли мы в арабский магазин, взяли виноград, там же мы взяли вот эти лаваши, я в последнее время на сковороде очень любила делать лаваши, вкусные, с кофем, например, с чаем, действительно вкусно, дальше в классах лосени мы еще купили, помните, я вам показала такую грильницу, да, и вот такие вот еще салфеточки купили, я там первый раз их увидела, вообще рулоны, смотрите, какие большие, и цена 3 евро, конечно, вроде как дороговато, потому что в обычных магазинах, где-то за 2 евро можно купить, там 4 рулона, но они тоненькие все-таки, поэтому мне кажется, здесь рулон на самом деле экономичный, я посмотрю по качеству, какая будет бумага, если мне понравится, то вот буду в классах лосом вот ходить, и там покупать, также там же мы еще взяли вот такой скотч, который, это специально, ну, я не знаю, как он правильно называется, ну, как бы скотч, который видите, картины, при помощи него можно картины крепить к стене, и потом он точно так же хорошо со стены убирается, и не оставляет никаких следов, это мы будем холсты вешать, Миша себе на работу вот это печенье в арабском магазине взял, он очень его любит, и я захотела вот такие вот всякие сухофруктики, абрикосы, еще одни, только видите здесь сорт, наверное, какой-то другой, финики, давно не ела фиников, очень захотела, также в арабском магазине были авокадо, смотрите, какие они интересные, продолговатые, мне кажется, они будут вкусные, потому что обычно вот за 2 авокадо 2 евро 11 центов, обычно в арабском магазине вкусные действительно, и фрукты, и овощи прям достойные, мне кажется, вкуснее, чем в обычных наших финских магазинах, вот больше ничего нет, и я взяла попробовать, они сейчас твердые, им нужно дозреть, так что будут лежать и дозревать, и Миша себе обувь купил, фирма Халти, ну, Мишу обувь показывать не буду, я думаю, нет смысла, так что такие были покупочки, сейчас буду готовить ужин, и, ну, немножко прибираться, я думаю, по дому, сейчас будем вешать картины, а как эта штука называется, сейчас Миша выставил лазерный уровень, таким вот образом, мы решили, откуда будет начинаться холсты, у нас три холста, вот так вот они выглядят, вот эту фотографию, вы, кстати, видели уже в инстаграме у меня, вот таким образом холсты, они, кстати, небольшие по размеру, наверное, где-то две мои ладони, и чуть-чуть больше, здесь вот еще фотография, ну, в общем, три фотографии у нас будут висеть, вот, будем сейчас все это дело клеить, вот этот скотч, который купили, посмотрим, так, вот он, я не знаю, как правильно он называется, он может быть не скотч называется, но предназначен для картин, вот с обратной стороны, видите, показано, как приклеивать, как долго держать, и вес выдерживает максимум до, опять, 5 килограмм, 400 грамм, так что вот, будем сейчас все это дело приклеивать, я, я прямо очень рада, мне кажется, будет красиво смотреться, потому что здесь на стене у нас вообще ничего нет, на второй тоже ничего нет, так что я думаю, картины очень даже очень подойдут, уже вечер, картины повесили, сейчас вам покажу, правда здесь свет, ну, плоховатый, потому что одна лампа только горит вот здесь, вторая выключена, Коленька спит здесь в зале, пока здесь он лежит, потому что я буду монтировать, и хочу, чтобы он рядышком был, Миша поехала с другом навстречу вечером, и, ну, чтобы, знаете, пока он заплачет, еще что-то, чтобы далеко не бегать, чтобы сразу услышать, чтобы он солнце не разбил, я вышла с душа сейчас, смотрите, сделала маску, не успела ее нанести, начала пузыриться, я прям даже слышу, как она пузырится, это масочка Фаберлик, единственное, что просто, девчонки, ненавижу тканевые маски, которые нужно потом смывать, то есть я с ним улекала, и нужно будет умываться, обычно, когда я умываюсь, то все, эффекта ноль, вот абсолютно ноль, вы понимаете, сейчас просто такое баловство, на 15-20 минут, расслабление кожи, хочу отметить, что пахнет не очень приятно, но у меня было несколько таких вот, черных пузырьковых масок, от других фирм тоже, и они точно так же пахли, то есть что-то тут такое химическое, не очень приятное, больше я, скорее всего, пузырьковые маски не буду покупать, но это я тоже не покупала, мне Ксюша подарила, ну ладно, немножко порелаксирую, и да ладно, пока вот буду влог монтировать, кстати, этот влог собираюсь монтировать, сейчас с вами просто попрощаюсь, и убираю, чтобы в рот не попала эта химия, покажу фотографии, холсты, которые мы прикрепили, и да, буду с вами тогда уже прощаться, я думаю, особого эффекта от этой маски не будет, просто действительно такое расслабление, вот и все, даже особо холодка я не чувствую, хотя я очень на это надеялась, ну, ничего страшного, порелаксирую, как я уже сказала, так что все, буду с вами, а нет, 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 стоп, забыла, сейчас далека они выглядят, но мы с Мишей поговорили, что нужно было, наверное, размер все-таки брать чуть-чуть больше, правда, мы фотографировали, и получилось так, что они слегка темноватые были, фотографии, поэтому еще, это вот тот размер максимум, который мы могли сделать, я у Миши спросила, могу ли я показать полностью вот эти холсты, вместе с ним в кадре, с нами вместе, он сказал, да, да, можешь показать, так что я у него спросила разрешение, сниматься по-прежнему он не хочет в роликах, но холсты разрешил показать, вот этот вот, вот эта фотография у меня есть в инстаграме, я на Рождество ее скинула, наверное, в инстаграм, но так как тут особо не видно, мне кажется, маленького, я вот ее и скинула, так что вот, есть, это еще старая квартира, это получается через две недели после рождения, Коленьки, мы фотографировались, совсем маленькие, вот одна фотография со мной, одна фотография с папой, и там, где мы все вместе, но мне нравится, как смотрится, только света сейчас маловато, ну, может, как-нибудь еще вам покажу, все, дорогие мои, всем желаю спокойной ночи, хорошего настроения, и увидимся с вами в новых роликах, буду с вами прощаться, и бегу монтировать, пока-пока!